Спортивная карьера Светы Щербаковой началась 7 лет назад. Именно тогда ее привел в секцию тяжелой атлетики отец. Упорная, настойчивая, целеустремленная. Так говорят о Светлане, тренер районной спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва и ее друзья по секции. Именно эти черты характера помогли девушке подняться на первую ступень спортивного Олимпа. Путь к соревнованиям такого уровня для Светы не был простым. 7 лет упорных тренировок по несколько часов в день, без перерывов. Одна из недавних побед – четвертое место на чемпионате мира. Это удачное выступление открыло дорогу на летние юношеские Олимпийские игры, куда Света отправилась в составе сборной России. И сразу стало ясно – чтобы выбиться в лидеры, надо выложиться максимально. Ничем не выступала и по сложности, и по количеству участников. И спортивные результаты были, ничем не выступали даже в некоторых категориях, а взрослым результатам. Старались, что смогли, то сделали. Сложные погодные условия, жара, смог негативно сказывались на подготовке спортсменов. Да еще и волнение. Было очень тяжело тренироваться. Я не могла поднять самые простые веса, которые для меня. Я не уходил ничего сделать. Я боялась, что не выйдет, что не выйдет в тройку. Тоже так задумывалась, я хотела выиграть. В день выступления Света, как заклинание, повторяла – «Я должна выиграть, я обязана». Сделав все от нее зависящее, юная спортсменка, воспитанница с Дюшор Олимп, взяла 103 килограмма в рывке и 125 в толчковой тяге. И поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Проиграли 13 килограмм. Мы буквально три месяца назад такие суммы набирали здесь, в Курском соревновании. И собирались, конечно, постараться выиграть. Сейчас у Светы короткий отдых, но совсем скоро начнутся тренировки. Надо идти вперед, к новым победам. У меня еще есть цель – взрослые достигли победы. Золото только. Как надеется главный тренер школы, Олимпийское серебро Светлана откроет свежие перспективы этому виду спорта в районе. Нужно только немного помощи со стороны администрации в организации спортивных сборов.